ну что воевал я воевал значит все победил зазорчик у нас появился сейчас он просто не зажата и фара ну то есть все взор будет зазорчик красивый здесь здесь тоже но чуть-чуть вот где пробивал чуть-чуть надо будет прошпаклевать такой более его ровненький сделать но так в целом все я доволен все хорошо значит сейчас все заклеил назад снимаем бамперок он нам больше не нужен фарку пока но будем ставить показе зазорчик под выведем и начинаем подготовку и Субтитры создавал DimaTorzok Добро пожаловать в Казахстан! 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 Вот так всё выглядит. Думаю, сейчас перетру и, в принципе, этого будет достаточно. Может, вот тут какие-то ещё моменты подровняю здесь и по заднему стопу. Вот, сейчас, короче, перешлифовываю шпатлёвочку и буду удалять весь этот чёрный грунт, готовить к грунтованию. Всё готово к грунтованию. Вот что получилось. Тут чуть было подкоцано. Ну, а тут всё без изменений. Так, разматовано 240 и красный скотч брает. Сейчас наношу кислотник, выдержка и наполнитель. Кислоту буду наносить. Welcome Slim X-Lite HTE 1.3 дюза. Редактор субтитров А.Сёмкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова 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 Так, друзья, всё отгрунтовано. Сейчас машинку оставляю на сутки. Постоит, постоит посохнет хорошо тепленько все просохнет и потом уже на шлифовочке встретимся в целом все отлично нигде по крайней мере пока грунтовал ничего такого нехорошего или то чтобы мне не понравилось не увидел сходики такие туманные здесь чуть-чуть налетела но это не страшно в принципе главное что здесь сам переход и грунтование всего внутрь было здесь только первый слой вот но все сейчас оставляю показываем еще другой работкой и уже встретимся на шлифовке грунта накладкой бампер уже грунт перешлифован есть под бамперочку протирщики такие незначительные но я сюда в принципе только два слоя нанес грунта потому что большого слоя здесь не требовалось никакого сейчас шлифую крыло крыло значит посмотрел вот так изначально как буду красить туда сейчас перешлифую значит 320 у меня стоит на на этой на подошве на рупесовской 320 дальше на машинке на штайре 2 и 5 400 500 проемчик здесь все вручную буду мотовать вот кстати хотел вам показать очень достойные вот такие губочки это феникса 500 . я дошлифовал бампер ей у меня одна такая была когда только феникса приехала в беларусь вот попала мне одна такая восьмисотка по моему короче пол не полгода месяца четыре наверное я и отработал и она до сих пор работала только уже начала вот этот абразив отклеиваться от поролончика короче такая очень долго работает по ценнику у нас она в рознице стоит что-то порядка наверное где-то 1 1 2 доллара ну короче что такое не не сильно принципе большая цена с учетом того срока которое она отрабатывает то есть это вообще можно сказать понты так окрашиваться здесь буду буду мотовать стойку буду мотовать стойку вот до этого ребра вот сюда буду вкрашиваться в это ребрышко здесь буду переходик делать наверно по стойке но все не хочу лащить и тут опять будет лишний переход поэтому где-то так сделаю переходик и пойдем здесь где-то вот по стоечке тоже в переходике но потом все размотую уже перед покраской все покажу и расскажу на сейчас перешлифовываю убираю гараж оклеиваюсь и будем красить готова машинка к покраске прошелся по протирам баллончик и пиджи вот надо было все таки бамперок чуть-чуть поболее загрунтовать что много было протиров значит здесь снял переднюю дверь потому что неудобно переход буду делать здесь есть одно ребро но она здесь выплывает в ноль здесь теряется вот во второе ребро очень удобно по всей здесь по стоечке вот так переходик но именно по лаку чуть-чуть за стойкой но и там по низу также вот значит тут тоже баллончик так обклеил там резиночка стоит она стоит глубоко долезть туда очень неудобно пробовал скотчем тремовским пластиком отворотным не получается он выскакивает вот единственный выход еще не помню с времен и очень много у меня лежит листов наждачки которые для шлифовки с водой скажем так вот она куда пригождается то есть порезал ее как мне надо и резиночку подвернул заклеена везде подвесочка там тоже надо пропулить то что там кузовщик нагрунтовал надо все подкрасить ну примерно как-то так значит бампер пластиковую накладку это показывать не буду единственно чуть поснимаем непосредственно вот здесь и если не забуду обязательно покажу лакировку проема вот очень такая интересная информация когда то мне ее рассказал тоже технолог как это делать правильно чтобы в проемах никогда не было там соплей наплывов и всего остального но если не забуду постараюсь по крайней мере обязательно сниму или это сделал это отдельное видео но посмотрим ну все я иду надеваю костюмчик масочку и начнем красить ну что поехали кивами 4 голова ба дюза 1.3 я уже все прошел салфеткой а пульчики все собрал давление на базе 1.6 и и Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры 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 DimaTorzok про лакировку именно проемов, как их лачить, так, чтобы здесь не было никаких ни наплывов, ни потеков. Вот. Мне эту информацию рассказали когда-то. Вот. Я тоже с вами поделюсь. Ну, поделюсь отдельно. Всё. Сейчас пройду, соберу опульчики везде. Там вот. Ну, видно, что везде валик чистенький. Базы нигде нету. Непосредственно там у нас есть перехода по ребру. Вот. Ну, всё. Сейчас влачимся. Так, друзья, у меня уже полировочка. Лачок высох. Вот. Я там чуть на внутряночки подкрашивал. Ну, вот. Как бы мусоринки есть. Один кротурок, кстати. Опять выскочил кротурок один. Вот он. Я чуть-чуть подрезал. Вот. Сейчас я его лачком капну. Пока у меня тут будут все эти дела. Сборочка подсохнет. Подрежу его катурком. Ну, вот. То есть, мусора не сильно много. Вот есть одна мусоринка. Тут, как бы, вроде всё чистенько. Вот это. Такую, в принципе, вообще можно не пилить. Трязоком просто пройтись. И всё. И всё будет чётко. Так. Снимал тут видосик, как залачить. Проёмчик. Это будет отдельно. Вот. И переходики на стойки. И там снизу уберём. Короче, вот такая вот история. Ну, по полировочке, в принципе, тут оставлю какой-нибудь закрепу по полировке. Посмотрите, как я что делаю. До сих пор у меня в работе мирковские вот эти абразивчики. Удобно. Мне нравится. Дальше. Трязочок. Ну, и попасть здесь будет трем 815 первый шаг. И потом жёлтый клопачок. Не помню там, какой у него номер. Вот. Как-то так. Короче, сейчас отполирую всё. Соберу машинку. И покажу вам уже, что у нас в итоге получилось. Вот и подошёл к концу ремонта Альфа-Ромео. Ну, вот. Видите, результатик. По цвету. Больше всего, конечно, переживаний было за цвет. Хоть как бы выкрас мы делали. Вот. Но бывает чуть-чуть всё-таки на машине отличается, потому что, как бы мы ни старались, всё равно мы не так наливаем на машину, как на выкрас. Но по цвету, хочу сказать, результат отличный. Приезжал колорист. Был, в принципе, уже и сам клиент. Посмотрели. Сейчас ещё подсниму, потом попозже на улице, как это всё будет дело выглядеть. Но вот по стыкам. По стыкам. Вот крышка, стык. Отлично. Подполировал мусориночки. Чуть-чуть располировал соседние элементы, чтобы так в целом была картинка. Ну, мне по цвету нравится. Всё хорошо. Вот. Ну вот. Такую имеем шагреньку. Так, что-то тут вот видно, как будто что-то где-то. Оп. Мусориночка упала. Ну вот, в целом, картинка такая. Сейчас машинка поедет на полную полировку, мойку, химчистку. Но это, ясно дело, все незамызганные. С этим американским отмывал здесь на двери располировать этот американский битум. Он какой-то непонятный белого цвета. Так, по стоечке. Переходик у нас был. Так, здесь я вкрашивался где-то, наверное, вот тут. Как тут, чтобы показать? Короче, переходика не видно. Ну вот здесь у нас стык с крылышком. Крылышко тоже располировал. Ну, смотрите, пишите комментарии. Не знаю, по мне результат огонь. Всё чётко. Ну, с зазорами у нас, в принципе, всё было отлично. Вот. Ну, вот такой был очередной ремонт. Всё, ребята. Всем счастливо. Всем пока. Ставьте лайки, дизлайки. Пишите комментарии. Увидимся, когда увидимся. Всё, друзья. Всем пока. Перегнал то, чтобы сильно не освечивало. Чтоб всё было отлично видно. Короче, на улице результат ещё лучше. Всё, вот теперь можно со стопроцентной уверенностью сказать, что результат огонь. Класс. Всё. Это перегнал, чтобы, короче, не освечивалось. С той стороны уже не суть. Тоже всё хорошо. Вот теперь точно. Всем пока. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok